Таково было моё удивление, когда я вернулась на рабочее место и увидела полную равнодушие. Я вдруг осознала, что пока я 40 дней лежала почти в убитом состоянии, мне с работы позвонили два раза. Когда выйдешь? Когда выйдешь? Ты на мне подходишь, оформляй инвалидность. Вот так вот это было. Но когда я пришла в офис, где собирались эти странные люди, что говорили друг другу о программах очищения организма, необходимости использования витаминных продуктов, я вдруг обнаружила, что мой чек, чек это возвратные деньги, увеличился в два раза. То есть на тот момент, что я падала, в медицине было 50 долларов, а в этой странной организации было 100 долларов доход. На тот момент, что я встала через 40 дней, в медицине было 50 долларов, но они не хотели мне платить, хотели платить меньше, оформляя инвалидность. А в той странной организации уже это было не 100 долларов, а 200 долларов. Я поняла, вот эти люди, они мне больше интересны. Так как я вернула себе этот мой внутренний стержень, только я за себя ответственна. Ну и что, что я потратила много лет жизни на изучение медицины. Я буду с теми в той ситуации, которая развивается. Во-первых, сегодня 100, завтра 200 долларов, значит и 2000 заплатят. И я буду с теми людьми, которым я нужна. Потому что когда я вернулась в офис, мне прям аплодировали, друзья. Вот как-то так. Потом, потом, я видела много таких ситуаций на самом деле. И я настолько оборзела, я удалилась из официальной медицины, я ушла из официальной медицины, ни разу, ни секундочки не пожалела. Вот, и настолько оборзела, что через некоторое время сбылась моя мечта. Вот представьте себе, когда я лежала с переломанным этим позвоночником, я думала, у меня была идея. А вдруг, если вдруг, я никогда не встану. Мне нужна какая-то специальность, какая-то такая работа, которую я буду выполнять в горизонтальном положении. И даже если у меня не будет возможности общаться с другими людьми, я должна сделать себе какую-то такую работу, которая обеспечит меня деньгами. И которая даст моему мозгу информацию интересную, чтобы мне было интересно жить. И тут начинаются всякие инстаграммы, фейсбуки. Сначала это были одноклассники какие-то ужасные. Но сейчас у нас есть всё. Боже, у нас и тиктоки, и инстаграммы, и ютубы, и что только у нас нет. И вот это моя идиотская мечта. Лежать, работать. Она выстрелила. Теперь я лежу на пляже. Практически круглый год. И работаю. Просто лежать на пляже мне неинтересно. Но я лежу на пляже. И вот многие из вас, кому я отвечала аудио, да? Вы слышите, как плещется море. И вы мне об этом пишете. Лена, какой прекрасный ответ! Море плещется! Да, это то, к чему я шла. И это возможно, если вы используете нутрициологическое сопровождение. И это нереально, если вы работаете только руками. Если вы массажист, вы не можете работать с пляжем. Ну, можете, если, конечно, у вас на пляже установка. Ну, в смысле, стол для массажа, да? А если вы нутрициолог, присоединили нутрициологическое сопровождение, у вас тысячи семей едят витамины, тысячи семей проходят программу очищения организма в этом году, то вы можете работать с пляжем. Вот сбылась мечта идиотки. Я лежу на пляже, я работаю. Если бы у меня не было моей работы, я бы на пляж не ходила, потому что мне скучно. Я не могу греть живот просто так. Но я сижу, мой мозг занят интеллектуальной деятельностью, мне это нравится. Я в тот прям момент помогаю людям и получаю моральное удовлетворение, когда мое тело получает солнечные лучики, и я получаю телесное удовлетворение.